Всем доброго времени суток! Меня зовут Пётр Ившин. Мы возвращаемся в мой курс лекций, посвященный игре в разных стилях на ударных инструментах. И сегодняшний урок, лекцию я хочу посвятить таким направлениям, которые были в свое время привезены из Бразилии, Кубы и Африки. Как известно, традиционная музыка этих стран оказала очень большое влияние на джазовых музыкантов и огромное количество проектов, коллективов и композиций было создано и написано в этих жанрах музыки. И сегодня для демонстрации именно джазовой стилизации, то есть я подчеркиваю то, что я не буду показывать какие-то национальные фольклорные стили, потому что я не владею этим материалом, я лишь могу показать стилизацию этих ритмов, адаптацию их, скажем так, к джазовой игре. И мы начнем с самбы, мы сыграем тоже известный джазовый стандарт, который называется One Note Sambo. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, как вы успели заметить, основной принцип рисунка самбы, который необходимо обязательно знать, конечно, это то, что здесь, в общем-то, тоже, как и в свинговой музыке, вторая и четвертая доли являются главными, да? Но здесь уже это отличается тем, что если в джазовой музыке мы подчеркиваем вторую и четвертую долю хай-хэтом, да, то здесь мы играем большим барабаном, используем, мы играем этот прием, как бы, на вторую и четвертую долю с двойным ударом, то есть получается раз, два, три, четыре. Вот этот ритмический рисунок в бочке, он очень важен, и его надо придерживаться всегда, то есть даже если мы, например, делаем какие-то вариации, да, уходим от этого ритмического рисунка, делаем какие-то филы или просто немножко, на себя как какое-то разнообразие в игру большим барабаном, нам все равно нужно обязательно потом вернуться именно к этому ритму, потому что этот ритм и в основном и подчеркивает характер самбы. Ну и также я в этой музыке также люблю, чтобы немножко имитировать состояние вот этого карнавала, да, я очень люблю переходить в разные тарелки, то есть либо в хай-хэт, либо в один крэш, либо в другой, потому что я использую такой набор тарелок, в которые как бы в каждую из них можно играть и крэш, и райт, то есть для меня это очень важно, потому что я очень люблю разные тембры, мне не очень близки тарелки, например, в которых можно делать либо только крэш, либо только райды играть, потому что здесь на этих инструментах можно делать более такие изысканные что ли вещи, и поэтому, когда вы меняете тембры с хай-хэтом на тарелке, создается как бы разные палитры красок, и в принципе можно даже не особо разнообразить игру, просто менять инструмент внутри соло, чтобы создавать вот это вот, имитировать эти разные красочные какие-то палитры, да. Вот, это все, что касается игры в стиле самбо. Теперь мы перейдем к следующему направлению, ну скажем так, назовем его одним очень большим понятием как сальса, вот, и здесь это как бы направление больше кубинского толка, то есть если, когда мы говорим про самбо, мы имеем в виду Бразилию, то когда мы говорим про сальсу, сальсу это просто общее понятие, потому что там существует огромное количество разных ритмических стилей, как томбао или гонгонко, в тонкостях этих стилях я не особо разбираюсь, потому что мне не особо в жизни приходилось играть кубинскую и вообще латиноамериканскую музыку в принципе, вот, но какие-то базовые вещи я знаю, которыми, собственно, и хочу поделиться, и сейчас для того, чтобы продемонстрировать именно кубинские ритмы, в джазовой, как бы, их адаптации мы сыграем известный джазовый стандарт, который называется «Сейн Томас». «Сейн Томас» «Сейн Томас» Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Спасибо. 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 возвращаться обратно. И вот в этом жанре я, например, не рекомендую, в отличие от самбы или от сальсы, менять тарелки, потому что смена тарелок у меня, например, ассоциируется с каким-то карнавалом и с праздником, а здесь, как я уже сказал, в этом жанре задачи немножко другие. Вот, собственно, все, что я хотел сказать по поводу африканских, бразильских и кубинских ритмов. Это не очень большая информация, которую я владею по этим жанрам, но, тем не менее, это информация, которая помогает мне играть стилизацию этих жанров музыки и адаптировать их к джазу в первую очередь. Спасибо вам большое за внимание, всего вам самого доброго, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok